всем привет так но я наконец-таки открыл 4 окно с резистами и мы можем сегодня поговорить про сами резисты это будет такой небольшой гайд расскажу как ставить что ставить какие резисты куда зачем для чего и как это все работает для чистоты эксперимента сейчас чтобы наглядно вам показать все убрал все резисты и у меня остается только сель сельфа тоже снимаем сельфа снимаем и смотрим на показатели резиста и резисты к стихиям у нас сейчас все по нулям берем электрического сельфа это мой основной сельф каждого свой берем заходим сельфа и смотрим что у нас изменилось изменились у нас цифры базового показателя резиста что мы здесь видим самый низкий показатель резиста это ветряной total wind res минус 200 а самый высокий это total электро рез 200 нас интересует самый высокий показатель резиста то есть нам нужны самые высокие цифры здесь у каждого сельфа этот показатель свой да то есть у электрического сельфа это электрический показатель наивысший если мы возьмем огонь то увидим что у нас стал total fire res то есть наивысший показатель резиста стала огня ну и так далее у ветра будет то же самое воды то же самое вот у света у тьмы все все одинаково нас интересует здесь наивысший показатель резиста как уже говорят самая большая цифра то есть если мы берем электрического сельфа и для наклядности эксперимента сейчас вам покажу здесь некрополь 28 уровень так убираем этих ребят заходим в бой мы здесь на афк мы здесь ловим урон и смотрим сколько прилетает уронов шестьдесят семь шестьдесят четыре шестьдесят два 53 но это из-за того что минус 15 процентов дает хил урону но в целом это цифра за 60 до то есть 60 65 с учетом плавающего урона цифры могут доходить до 70000 то есть такой урон реально прилетает от 28 босса с показателем электрического резиста в 200 единиц до что мы делаем мы заходим резисты в окна и проставляем в каждое из окон по одному камню выбираем самые сильные камни на электричество и ставим их сюда остальные камни нас не интересуют то есть остальные камни будут работать только на живых игроков сейчас я вам показываю что хватит даже одного камня самого сильного у кого вот проблема с камнями на резисты и так далее вы берете свои самые самые сильные камни меняете их на ту стихию какой стихии у вас сильф и ставите их в окна заходим опять на 28 босса уже с показателем резиста с камнями сейчас я покажу какой какая-то цифра видим что урон снизился 65000 до 25000 29000 даже хилиться не буду здесь все будет наглядно то есть разница в получаемом уроне просто колоссально 29 или 6570 я думаю здесь все очевидно понятно как это работает 28 всего лишь навсего поставили камни на резист той стихии который у нас сев то есть у нас сель дает 200 плюс у нас камни дали да и мы смотрим у нас показатель резиста увеличился с 200 до 582 это работает на всех мобов внутриигровых то есть на боссах гильдии в некрополе на мировом боссе на острове сильфов то есть везде где нет живых игроков то есть против живых игроков здесь работает все немножко по-другому против живых игроков будет работать то стихия которая у него соответственно в сельфе то есть если вашего противника электрический сельф и вы бьетесь против него против игрока с электрическим сельфом то конечно вот эти вот резисты они также сработают и они также будут уменьшать входящий урон от электрического сельфа какие ставить остальные резисты так как у нас большинство игроков сейчас после 70 уровня используют в основном основе своей лодки и одина то есть это светлый темный сельф то вы проставляете просто в каждое окно по камню темного и светлого резиста я рекомендую делать это так электрический мы также оставляем резист почему потому что если игроки не используют одина или локи да то есть светлый темного сельфа то в большинстве случаев они используют электрическую сель потому что все знают что электрический сельф он самый домашний в принципе у него самая домашняя ульта и если нет один и локи то используется именно его если у вас один или локи какой резист ставить здесь нужно выбирать либо темный либо светлый то есть вы берете самые сильные камни какие у вас есть например у вас есть там четыре седьмых камня да вы берете все эти четыре седьмых камня и меняете на ту стихию которую вы выбрали здесь без разницы либо темную либо светлую главное главное добиться большой цифры в одной из стихий то есть понимаете да это без разницы будет светлая будет стихия или темная эта стихия один и локи они дают их в базе одинаково поэтому просто выбираете ставите ко мне какие нужны и идете по новым вот по резистам все что я хотел наверное рассказал а еще один нюанс один нюанс смотрите когда вы ходите на боссов гильдии здесь почему-то очень многие делают казалось бы простейшую но дело это ошибку смотрите у некоторых боссов есть иммунитет да вот конкретного 13 босса есть иммунитет к ветру и электричество соответственно что в моей ситуации доделать у меня если основной сильф электрический я что делаю я соответственно меняю его на огонь на огонь но прежде чем войти в бой против тринадцатого босса я что делаю я иду резисты и меняю все электрические камни на огненные и только после этого я захожу в бой но я менять не буду я просто показываю почему потому что когда вы берете огненного сильфа у вас базовый резист к огню вырастает и вам нужно именно его дополнять камнями и тогда вы будете стоять дольше просто очень многие переходят там с один а например переходит на электрического сильфа и там сразу плюхи прилетают от боссов гильдии в 2-3 раза больше и люди думают что это электрический сильф настолько слабее одина что вот им нельзя там биться нет просто забывайте менять резисты поэтому обязательно когда идете на боссов смотрите если меняете сильфа обязательно не забывайте менять резисты вот в целом здесь больше про резисты рассказывать то и нечего то есть это все что я хотел рассказать пользуйтесь обязательно те кто не знал этой фишки обязательно переделайте все свои камни и вы прям почувствуете разницу ну а на этом у меня все всем пока увидимся услышимся в следующих видео